В этом году ЕНТ в Кустанайской области будут проводить с 21 по 29 июня. Школьники Кустанайской области уже подали заявки на участие в нём. Из 4793 учащихся тестирование будут сдавать 3144 человека. Не такой уж большой показатель, потому что вы знаете, что у нас приграничных районов много, в основном уходят туда, то есть они принимают заявление уже в начале года и всем уже раздают сертификаты. В этом плане у нас, конечно, в области есть такая проблема. Увеличить шансы на поступление в казахстанские вузы должно нововведение этого года. Было объявлено, что выпускники могут сдать тестирование 4 раза – в январе, марте и августе – на платное обучение, а в июне – на грант. В эти месяцы им даётся возможность сдать ЕНТ по разным дополнительным предметам. При этом сертификаты остаются действительными. Бывают ситуации, когда абитуриент, протестировавшийся в январе, планирует попробовать свои силы в вузы Российской Федерации. Поэтому, если у абитуриента не сложилось, не получилось или какие-то другие обстоятельства, он с сертификатом, который действительно в январе, сможет прийти к нам в университет и поступить в августе месяце на платную форму обучения. Из всех учащихся области в январе тестирование сдали 47% школьников, в марте – 56%. Эти показатели ниже, чем в других областях. Тем не менее, качество сдачи тестов улучшается. Во многом этому помогают ещё и пробные тестирования. Уровень каждым разом у них растёт. Естественно, я думаю, это помощь. То есть для и выпускников, и для родителей какой-то стресс в любом случае снимает. Максимальное количество баллов, которые можно набрать при тестировании, в этом году осталось без изменений. 140 баллов из 120 вопросов. А вот пороговый уровень для некоторых направлений изменился. В этом году есть изменения в поступлении в высшие учебные заведения по пороговым баллам. Значит, первое, что педагогические науки, сельскохозяйственные науки и, значит, получается биоресурс. У нас пороговый балл считается 60 баллов. По всем остальным направлениям порог остался прежним – 50 баллов. Для поступления в национальные вузы – 65. О точных датах проведения единого национального тестирования станет известно в начале следующей недели. Монарбек Косков, Хамзан Руписов, Наталья Васмурзина, РТН